В Ленинском городском округе продолжается прививочная кампания от COVID-19. Для удобства жителей мобильный прививочный пункт открылся в торговом центре Вегас на первом этаже, рядом со входом номер 4. О возможности пройти вакцинацию каждые три часа объявляют по громкой связи. На каждом входе вскоре будут установлены информационные баннеры. Привиться может любой гражданин Российской Федерации, и даже не только Российская Федерация, главное иметь вид, чтобы он еще вид на жительство, и паспорт Российской Федерации. Нам не важно, где он прописан, где он проживает, это или Рязань, или Тула, или Москва. Главное, чтобы он пришел и привился, и защитил себя от коронавирусной инфекции. Пока прививочный пункт открыт по пятницам и субботам с 9 до 19 часов, но в дальнейшем планируется перейти на ежедневный режим работы. Чтобы сделать прививку, достаточно иметь при себе паспорт с НИЛС и полис. Мобильный пункт оборудован всем необходимым, в том числе передвижной морозильной камерой, бактерицидными лампами и дозаторами с антисептиками. Прививку можно сделать только после осмотра врача. Осматривается пациент, меряем давление, пульс измеряем, кислород, насыщаемость, осмотрим слизистые оболочки, расспрашиваем хронические заболевания, есть ли аллергические реакции. Если противопоказаний нет, желающий привиться проходит за ширму. На всю процедуру уходит в среднем 40 минут. Укололся и пошел. Пациент здесь, привившийся, получает сертификат, так называемый профилактический привит, где указана дата вакцинации, серия, доза, какая сделана вакцина, и обязательно явка на вторую вакцинацию. И уже пациент знает, когда он может подойти. Второй этап вакцинации можно пройти как здесь же, в мобильном пункте, так и в медицинских учреждениях округа. Взрослой поликлинике в Видном, Южной поликлинике в поселке Дрожжино, а также в Молоковской врачебной амбулатории. Вакцинация подлежит все граждане, в том числе, особенно с хроническими заболеваниями, имеющие сахарный диабет, бронхиальную астму, гипертонической болезни, потому что онкологические заболевания у этих пациентов, коронавирусная инфекция протекает гораздо тяжелее, с большими осложнениями и с большим поражением легких. В прививке не нуждаются те, кто недавно переболел коронавирусной инфекцией. Имеет большое количество антител. Известная певица и наша землячка Илона Броневицкая, перенесшая недавно COVID-19, намерена привиться, как только ее собственная защита после перенесенной болезни ослабнет. А пока решила помочь другим, став донором плазмы крови. Сдала плазму, заодно сдала антитела. Ну, у меня там 240, и как бы я... Я руководствуюсь всегда здравым смыслом. То, что прививаться, когда у тебя нет антител, надо, это здравый смысл. Также здравый смысл, зачем прививаться, если есть антитела. Врачи рекомендуют в течение трех дней после вакцинации не мочить место инъекции, не посещать сауну, баню, воздержаться от алкоголя и чрезмерных физических нагрузок. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.